Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами я Комарач и я всех вас рад приветствовать в очередном видео. И сегодня у нас опять тема без прилова, локация тихая вода, как я обещал озеро. И первая рыбка у нас это карай серебряный, кому не знакома такая великолепная рыба. Ловится он на глубине 0,4, ловится круглосуточно от 0,4 точнее до 9,5 примерно метров. И ловится на картофель. Сейчас поставим картофель, кстати я в реале очень редко ловлю на картофель, на вареный, нужно будет попробовать. Возможно даже будет отлично брать какая-нибудь крупная рыба. Но вообще в кормушке хорошо забивать картофель с какой-нибудь прикормкой, раз вне силы, раз это он как кашка получается такая. Но главное с картофелем не переборщить, чтобы как клестер не было, как манка. И туда крючочки, и как закидушку, шух, закидывайте, и будет вообще великолепно брать рыба. Даже можно без наживки на крючках, чисто исключительно так, как прикормка. И замечательно будет. Итак, первый карасик идёт ко мне в садок. Карась серебряный. Первая рыбка пошла. Вообще замечательная рыба. Ловится, точнее есть практически во всех водоёмах. Я даже не знаю таких водоёмах, в которых нету карася. Может быть какие-нибудь горные речки. Может быть там и нету. Хотя и то я сомневаюсь, вот именно может быть в речке, ну в самой реке нету, в быстрине. Но где-то в заводях стопудово есть. Вот я больше чем уверен. Вот напишите в комментариях, кто как считает. Я думаю, что стопудово так оно и есть. Карасик. Номер два. Потому что эта рыба такая, она просто, вот икринки на, допустим, лапках этого птицы какой-нибудь перенеслись на пруд. Птица принесла и всё. И карась выродился там, размножаться стал. И погнала популяция этой рыбы. Она идёт и идёт и идёт, и всё вообще просто замечательно происходит. Заполняет собой водоём и, естественно, тем самым не даёт размножаться другим особям. Так, теперь у нас по плану колюшка трёхиглая. Тоже глубина у нас 0,4 обязательно. И здесь мы поставим с вами уже кусочек сала. Кусочек сало. Бульк. Замечательно. Колюшка трёхиглая. Помню, когда-то в какой-то тоже рыбалке фармил её. Наверное, в Фантастик Фишинг. Я фармил эту рыбу. Не помню, для чего. А, там лаборатория была. Её нужно было в лабораторию сдавать. Точно. Я вспомнил. Видите, помню. Блин, когда в голове столько рыбалок, это охренеть. Вот кто-то вот... Иной раз так смотришь и думаешь, блин, жалко, что так мало подписчиков. Ни на одном YouTube-канале не собрана такая база видео по различным рыболовным симуляторам, как у меня. А смотришь, а подписчиков мало. Да и чаще всего отписываются и думаешь, блин, ну что за несправедливость. Стараешься, снимаешь, а в итоге... Ну ладно. Значит, надо больше стараться, ё-моё. Чтобы больше людей подписывалось, больше людей смотрело. И было намного больше просмотров, чем сейчас. Вот поэтому я и стараюсь, и делаю различные видео. Так, колюшка трёхиглая. И до сих пор не сдался. Вот так вот. Такая вот мотивация. Мотивация, мотивация. Но иной раз, конечно, бывает апатия, когда стараешься над видосом. У меня есть видос, вот уборка в гараже. Это всем мужикам посвящается. Ну, называется всем мужикам посвящается гараж. Вот там у меня монтаж получается. Я столько времени там затратил на всё это дело. И в итоге там всего лишь 80 просмотров за... Сколько уже? За полтора или за два месяца. И ты такой думаешь, блин, столько труда, столько времени, а просмотров вообще нет. Обидно. Ладно. Окунь речной у нас идёт дальше по плану. Тоже клюёт круглосуточно этот подлец. Вообще моя нелюбимая рыба в реале. Такое прям говяня. И она ловится у нас на наживку нырок. Нырок, нырок. Сейчас поставим эту наживку. Забыл сказать, дорогие друзья, что эта наживка, это спиннинг. Я ещё откладывал, думаю, куплю перед съёмкой видео обязательно сборку на 10 килограмм. Но это вообще-то мы по квестам, нужно будет спиннинг. И как бы забуду вообще за спиннинг разряда до, наверное, 80. И забыл. Поэтому покупаем вот сборку на 10 килограмм, если у вас нету. И обязательно наживочку нырок. Сборка стоит, смотрите, сейчас я вам покажу. А, не покажу. Ну, короче, 5000. 5000, 5, 5, 5, 5, 5 и вот это 2. Ну, то есть, посчитайте сами. 20 тысяч вам нужно будет, ну, чуть больше для сборки спиннинга. Если вам вдруг это вот окунь речной без прилова приспичил. Забрасываете спиннинг и начинаете тягать. Зараза, муха дурацкая. Сейчас я вам покажу, что всё замечательно и великолепно ловится. Этот окунь ненавистный мне. А я ещё думал, надо купить перед видео, надо обязательно купить. И как всегда, с садовой головы эта мысль улетучилась. Ну, ничего. Благо, что это не стрим. Можно поставить на паузу, купить снасть, чтобы вам объяснить. И, как бы, потеря времени просто минимально. Вот он, проказник. Окунь речной. Самый, знаете, огромный плюс этого всего дела, то, что здесь не нужна наживка. Здесь мы просто ловим на блесну. Вот это вот огромный плюс. В этом плане мы с вами блесним и ловим на блесну. И, естественно, мы не тратимся на наживку. Можно так формить эти мясо рыбы с этого окуня. Ну, это просто классная вещь. Проводка. Давайте поставим проводку на два, побыстрее. Окунь вообще рыба такая интересная. Она любит, ну, по крайней мере, если исходить из других различных рыбалок, то она любит более такую быструю проводку, чем медленную. Видите, как у нас, если смотреть, у нас наживка, вот она, по дну практически идет. Можно сделать вверх. Подъем, чтобы в толще воды проводка была у нас. Видите, так у нас получается сверху, так в толще воды. Интересно. Можно так настраивать. Ну, еще пошел говнюк. Но я спиннинг не очень люблю, честно скажу. Вот, смотрите, даже зачетик у нас попался на блесненьку. Это правда. Мне не очень нравится. Рыба это такая бяка. Бяка-рыба. Сейчас кто-то скажет в комментариях. Да ты что? С нее очень вкусная уха с окунем. И то и все. За уху спорить не буду. Уху ни разу с окуня не варил, ничего сказать не могу. Может быть и действительно очень вкусная уха. Если я когда-нибудь поймаю, поймаю окуня для ухи и сварю ее, я вам обязательно скажу. Так, и теперь давайте пиявку медицинскую мы с вами половим. Вот мне нравится, как тут сделано переключение. Вот раз и готово. Раз, вот так вот блокнотиками. За это вот огромное спасибо вообще разработчикам. Просто вот, ну супер, супер. Так, что у нас? Пиявка глубина 0,4 и нам нужно мясо. Мясо. Сейчас все скажут, боже, на пиявку ловить на мясо. Ты что, комарач, вообще с ума сошел. Ну да, да, пиявку мы ловим с вами на мясо. Жучара, ну не судя, что ты. И даже не выпал жук. Но зато без прилова. Я же говорю, смотрите, если вдруг вы решились ловить окуня речного, то обязательно покупайте спиннинг. Почему купил на 10 килограмм? Потому что он в дальнейшем по различным квестам понадобится. Там для фарма денег, опыта. Ну и вообще, чтобы по квестам продвигаться дальше. Поэтому возьмите это себе на вооружение. Здесь 10 килограммового спиннинга вам хватит. Ну правда, я даже не знаю, разряда до 80 точно. Но если только у вас не загорится какая-то идея глобальная по реализации вылова в крупных каких-нибудь масштабах, в огромных, получается, рыбы различной, тогда да, тогда тут вы уже сами смотрите по своим предпочтениям. Потому что каждый рыболов, он относит себя к определенному виду снасти. Либо ты поплавочник, либо ты доночник, либо спиннингист. То есть каждый сам смотрит, ага, мне вот больше то-то по душе я буду. Мне то-то, мне здесь и это нравится. Поэтому вон у меня на стриме человек написал, что он до 35-го разряда качался без квестов, просто ловил рыбу. Вот ему нравилось, что он просто ловил рыбку различную, по всем локациям перемещался и смотрел. Так тоже можно делать. Ну только это огромное количество времени. Ну нравилось человеку. А вот сейчас уже задумывается о том, чтобы делать квесты, потому что кач очень долгий. А локации уже многие проверил, где что там ловится, тоже все промониторил. Поэтому каждому свое, как говорится. Последняя у нас пиявочка. Все. Я вам доказал, дорогие друзья, что все ловится, все замечательно, все без прилова и, как всегда, по красоте. С вами был Акамарачи. Подписывайтесь, не забывайте ставить и настраивать колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о стримах и новых видео. Также комментарии, лайки. Ну и если не понравилось, то и дизлайки. Всем спасибо и пока. А, ну не хвастань чуть-чуть.